Вот часто многие психологи говорят о том, что нужно любить себя, нужно прощать, опять читать этих психологов, ходить куда-то, встречаться, изучать. Все нормально, все здорово, опять-таки все зависит от того, как вы делаете. Вы делаете это через призму, как бы со стороны, или вы в это, как говорится, ныряете с головой. Если вы ныряете с головой, но рано или поздно вы, как говорится, действительно погрязнете в образе жертвы, потому что образ жертвы – это когда вы ничем не управляете, и вам начинает казаться, о, мужчин мало, женщин много, а все мужчины сволочи, извините за выражение, и они вот такие, они там памятники. То есть человек начинает быть ведом информационным таким клише, которое вроде бы человек даже и не думает об этом постоянно, но оно на самом деле сидит. Это очень важно. Смотрите, когда вы, допустим, хотите познакомиться, вот здесь кто-то мне написал о том, что я давно уже не даю никаких оценок, я вот не сужу. Ну, это не совсем ведь так. Смотрите, это же можно проверить очень легко. Вот, например, наверняка есть ребенок, и я скажу, что ребенок приводит к себе партнера по жизни. Способны ли вы отдать то жилье, где вы живете? Способны ли вы прописать этого человека? Способны ли вы поделиться каким-то капиталом? То тут как бы возникает что? Возникает конфликт. Я хочу особо заметить, так как я сама из России, и вы живете большинство там, то наверняка, смотрите, вам знакомо, как воспитывают мальчика и как воспитывают девочку. Это очень важно. Девочку воспитывают, что вот мужчины, они такие, они сякие, они гуляют, там тот и смотри, там мужу выше колена не показывает, и там будь хитрее. То есть заведомо идет некое такое противостояние, как борцы на ринге. Извините, сейчас некрасиво скажу фразу, собачьи бои. То есть их как бы настропаляют, а потом выпускают. Мальчика точно так же. Ой, ты смотри, ты там не верь, ой, там не забеременела, не нужна, ты что там не надо с ее этим ребенком, не прописывай, не приводи там, непонятно кто она, что от кого она нагуляла. То есть смотрите, но когда касалось самого себя, каждый хотел быть принятым. Вот, например, женщина в частности, ну мужчина точно так же. То есть входя в семью мужа, да, или мужчины, с которым она имеет отношение, она хотела быть принятой, она хотела быть услышанной этой семьей, да, чтобы помогали, чтобы отзывались. Но когда касается самой себя, уже это не рассматривается. Замечаете, какие двойные стандарты? А ведь эти двойные стандарты не просто так существуют, где-то вот так вот лежат на полочке. Они находятся внутри вас самих, и они кушают вашу энергию светимости. Только за счет этого они существуют живыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!